В Свердловской области одним летним оздоровительным лагерем стало меньше. Теперь детский лагерь «Уральские самоцветы» приобрел статус круглогодичного. Новую структуру одного из старейших, некогда пионерских лагерей, расположенных в Верхней Сесерте, накануне оценил губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Оздоровление детей – это 21 день, это в межканикулярное время. Вот по идее было бы хорошо, как у нас. В советские годы пионер-лагерь «Уральские самоцветы» считался, если не элитным, то труднодоступным для обычных детей. Расположенный на берегу Сесерского водохранилища в Сосновом Бару, в месте, которое уже в наши дни получило прозвище «Уральской рублевки», лагерь предназначался для отдыха детей, сотрудников обкома партии и Свердловского облсполкома. Исключение делалось только для работников издательства «Уральский рабочий». Но вот уже многие годы он имеет статус Екатеринбургского муниципального учреждения, и при определенной сноровке в дни записи детей путевку в «Уральские самоцветы» может приобрести любой екатеринбуржец. А теперь и не только во время летних каникул. В этом году за счет прямой субсидии из федерального и при софинансировании местного бюджета к двум ранее имевшимся благоустроенным каменным корпусам добавились два корпуса из быстровозводимых конструкций, проживания детей в которых возможно в любое время года. По словам губернатора, обновление инфраструктуры лагеря проводится в рамках федеральной программы восстановления и развития организации отдыха детей и их оздоровления, рассчитанной до 2030 года. Каждый из новых корпусов рассчитан на 44 отдыхающих, оснащен мебелью, санузлами во всех комнатах, гладильными, сушильными и игровыми комнатами, в которых, если, например, смена проходит во время учебного года, можно проводить и школьные уроки. Это да, игровая, в принципе, ну и занятия можно проводить здесь. Понятно, что мебель переставлять можно достаточно мобильно. Ну то есть, в принципе, все хорошо. Ранее в уральских самоцветах появился круглогодичный бассейн, уличные, баскетбольные и волейбольные площадки, футбольное поле, летняя эстрада. Была реконструирована столовая на 290 мест. Оснащен медицинский корпус, в котором, в случае чего, помощь могут получить не только юные отдыхающие, но и их воспитатели и вожатые. Для них на готове валерьянка, пустырник, глицин, новопосит. Всего в одну смену отдых и оздоровление в этом лагере могут получить 378 детей. А таких смен в году теперь станет больше, чем привычные 4. Как отметил Евгений Куйвышев, в Свердловской области удалось сохранить одну из самых развитых в стране сетей детских оздоровительных организаций. Их у нас 1300. Только за лето в загородных лагерях отдохнули 200 тысяч маленьких свердловчан. А с начала года таким оздоровлением охвачено уже более полумиллиона школьников. На эти цели из бюджета Свердловской области было потрачено порядка 3 миллиардов рублей.